добрый день мои дорогие зрители и гости канала с вами таша муляра вы на моем канале жизнь без дублей я нахожусь в нашей спальне мы только закончили покраску ну вот буквально вечером сегодня утро мы окончательно покрасили все и как нужно было по проекту и сейчас мы ждем дизайнера декоратора зовут ее оксана вы уже с ней познакомились в одном из наших выпусков и сегодня вот уже собака лает потому что оксана идет и сегодня будем заниматься раскраской из расов задумали наши будем красить из раз и еще пока не знаю как и чем но будем что-то придумывать вот сату тут как обычно на страже у нас валера он я смотрю они уже идут с гостями да да ты очень до строгий да ты всех ждешь да да молодец вот и наши гости идут так надо нам включить свет на вот и гость это вот нам привезли это остатки краски от кровати что ли да краску привезли от кровати а это валера хотела брать сату поэтому сказал им пока не входить пошли на улицу все проходите пожалуйста здравствуйте ну мы вас прям очень ждем очень вам рады рады ой спасибо большое чайку да отлично это за творческой работе чай очень даже с кампаша ты тоже пришел гостей встречать да да ты тоже скажи что это такое кто это пришел ну вот собственно объект наших желаний ну да сейчас попробуем я привезла краски и такие такие да я тоже у себя нашла краски по керамике их еще год назад покупала когда мы эти зразцы купили и плитку нашла так сейчас я это все да вот одна плитка вот я здесь даже видишь пробовала год назад белой краской но начала раскрашивать а потом побоялась по керамике да сейчас я покажу какая у меня краска да может быть мы сможем это использовать вот тоже по керамике вот я тут какие цвета это я в москве в красном храндаше покупала даже такой я палитру и кисточка у меня есть в общем будем экспериментировать но я-то покупала цвета когда еще у нас не было проекта ремонта и вообще ну мне кажется что они тоже могут имеют имеют место быть вот этот так точно зеленый а вот это по моему синие что посмотрим подготовительный процесс оксана привезла краски на всякий случай попробуем акрил да я вот говорю то что я пробовала керамической краской вот год назад вот она хорошо держится вообще как нет каябывается нагрева там особого такого прямо чтобы очень сильного нету в этом месте я вот еще все мы думаем а по дизайну то вот как раскрашивать с оттенками или просто вот цветом вот эти вот завиточки как ты думаешь ну я думаю что не по оттенкам мне тоже кажется из разцы их так вот просто красит да такие вот мазки там характерные получаются как вот на тарелках они же на чашках раз и все так ну что чем будем пробовать или вот в оттенке окружающих стен я не думаю что мы должны один в один попадать но мы примерно гамму все краски которые вот то что ты сейчас показываешь картинку которые дизайнеры прислали на нее прислали не как прямо четкое руководство к действию а как ну как принцип что вот ну что должно быть вот ярко это же они тоже где-то в интернете нашли это они не раскрашивали но мне его там в один цвет сама лошадь другой там да мне кажется что надо конечно соблюдать цвета которые есть в спальне ну может быть еще какой-то цвет добавить но например вот у нас там зеленого нету до изумрудного но мне кажется что его сюда нормально добавить где-то до обрежали . это у нас акриловые краски да по керамике и стекло ну что с чего начнем думаю человека кафтана кафтана ну давай попробуем нет но если чего это же стереть можно ничего страшного правильно мы вот запасли для этого ватными дисками он сказал поехали и взмахнул рукой да еще как будет ложиться как вообще все это будет выглядеть да здесь надо еще просто понять как она будет выглядеть я вот смотри вот пробовала же белая да именно для того чтобы цвет получился вот попробуй по белому сейчас вот покрасила то что я делала завиток белый мне кажется просто белый как подложку я делал что потом вот этот цвет через него бежевый не просвечивался да может зелененьким да просто чтоб цвет был более плотные поэтому вот я пыталась сделать эту подложку а потом 4 не знаю перепугалась и не стала просто если сейчас например мы решим что лучше тогда можно прокрасить основные элементы белом и потом уже положить мы просто сами по себе вот эти краски по керамике они какие-то текучие что ли я не знаю да потом да однозначно вторым слоем немножко просохнет сейчас керамику не расписывала никто из нас тут не расписывал керамику но ты отличат меня хоть рисовать умеешь это уже хорошо причем так великолепно всем так понравилось картины которые мы там выпуске показывали что может быть просохла да да не бойся оксана еще очень стесняется что я ее на камеру снимаю поэтому дорогие зрители вы уже пожалуйста будьте к нам лояльны подсохла уже до жидкая она конечно какая-то да у нее плотности вообще нету почему вся шапка не может быть синий вот решили попробовать еще мы сейчас просто пробуем принципиально как какая краска ложится такую краску стекло и керамики которую-то меня было тоже акарилова мне кажется она точно также ложится нам еще дождемся вот этого когда высохнул дальше да у нас тут происходит путь нравственных исканий мы поговорили с дизайнерами сейчас я вам приведу что они нам сказали по этому поводу вот тут ту текстуру который мы использовали для 3d визуализации тут в основном используются основные цвета действительно это желтый зеленый синий голубой остальные цвета просто используются в меньших пропорциях их тоже можно использовать и красный и фиолетовый сиреневый любые оттенки можно использовать просто больше пропорции должен присутствовать вот эти вот зеленый синий желтый это в большей пропорции остальные цвета просто в меньших пропорциях по я на каких-то нюансах и изразцы действительно они должны быть яркие в этом случае такими акцентными акцентным панно должны стать поэтому смело используйте и другие цвета но просто более маленьких пропорциях я имею ввиду большинстве своем 5 от растительные вензеля не зеленые в своей массе в большей и там где-то 10-20 процентов это вот как внутри там допустим а не какого-то другого цвета если это в целом по рисунку гармонично хорошо смотрится почему бы и нет а по поводу ну рамки действительно искать согласна вот именно что касается рамки оставить ее действительно светлой ну вы раскрашиваете все что внутри если по периметру идут вензеля растительные то конечно они синие зеленого цвета если что-то вы раскрашиваете на других плитках синего пусть будет синего цвета мы имеем ввиду что кантик есть у плитки кантик и вот этот кантик пусть будет как раз того цвета фона то есть вы его ничем не раскрашиваете все били все стирать и в связи с этим вот решили все стереть и действовать по-другому ну как бы не оксана не у меня нет опыта раскраски из расов поэтому вы нас строго-то не судите это экспериментальный выпуск ну в принципе как и все наши выпуски мы находимся в процессе эксперимента кстати вот в комментариях к нашим выпуском очень многие пишут что израсты красить не нужно вы знаете мы тоже сомневались по этому поводу но когда мы сейчас покрасили всю спальню мы до нас дошла концепция наконец-то то есть мы поняли что получается стена которую изголовье кровати которая кораллового цвета на ней по проекту должны висеть картины там может быть тарелки какие-то и учитывая что эта стена частично закрывается шкафом частично закрывается кроватью и остается на только ну как бы вот в разголовье да вот эта стена и на ней висят картины она является как бы сама по себе фоном для картин то же самое таким образом и печка которая стала красного цвета она и на ней израсты на ней дверцы печки тоже получается как будто это фон и на нем картина поэтому если мы в этой ситуации израсты оставим белыми то ну бежевыми то они очень контрастируют относительно печки а если они станут цветными то они будут выглядеть также как и противоположная стена то есть являясь фоном для картины и сейчас нам как раз вот и необходимо эту картину создать над чем трудится оксана бедная потому что она очень нервничает она первый раз это делает я здесь еще со своей камерой и мучаю в общем все вокруг волнуются от нее зависит результат вот поэтому я снимаю ее кусочками чтобы она не нервничала подальше и что вы мне объясните как фон сначала да нет фон то наоборот нам надо не все закрашивать подряд а вот например копытца хвостики всего что мы не будем то есть вот этот мы фон или закрашиваем нет мы пытались тут все разукрасить но тогда не надо да мы сейчас я дизайнерам отправила что у нас получается и дизайнеры нам опять прислали ту картинку и сказали чтобы мы на нее ориентировались и что у нас должны быть несколько базовых цветов вот базовыми цветами какие они нам сказали должны быть зеленый и зеленый голубой на синий зеленый голубой и желтый по моему да а вот немножко красненького добавить их малых количеств да и мы сейчас посмотрели принцип раскраски из расцов вот на той картинке что они прислали там например сама лошадь покрашена чуть-чуть таким светлым желтым просто чтобы она как бы выделялась относительно вот основного и потом сделаны акценты там завитки какие-то когда вот как сказал оксана копытца поэтому мы все стерли сейчас будем переделать интересно будет закрашиваться полностью я так думал что как художники делать сначала делают вот это полностью фон а потом уже как на камень как бы делать картину фон мы принципе не трогаем оставляем так как есть просто докрашиваем до некоторые элементы ну мы прислушались к советам дизайнеров вот теперь делаем такой вариант пробные рассмотрели лучше как покрашены израсты на том образце что они нам прислали и решили что мы все основные выпуклые элементы на плитке покрасим светло-желтым вот оксана замес сушала светло-желтый почему я говорю мы просто я так это присоединяюсь мелочной к работе дизайнер но мы тут обсуждаем это все вместе поэтому так и говорю это конечно все это оксана делать вот ну мне кажется что вот так вот все те элементы которые есть на израсте стали сразу видны и уже когда на них поставить цветные акценты будет хорошо в общем пробуем смотрите вот на желтый фон оксана сейчас положила уже зеленый и видите желтый фон мы сейчас специально вертикально держим плитку сразу сделал видимым рисунок то есть до этого этот всадник на лошади с птицей он вообще не читался а сейчас за счет светло-желтого и за счет того что свет до сверху падает а он так у нас и будет спальне сверху падать свет тени легли и сразу стало все видно и вот как раз тот эффект что краска как бы как размазывается когда это стало на желтом фоне это ну получился оттенок зеленого наоборот здорово не знаю мне мне прям очень нравится что получается в результате отличие мне кажется что решение найдено как раскрашивать еще у меня мысль возникла где вот мелкие такие мазки ну да красивее получается где большая такая поверхность сложно мазки красиво положить поэтому их и не будем до ложь оставим так да но вот можно как там сделать например только копытца или можно вот такие галочки вот тут вот поставить например можно вот здесь вот акцент вот на гриве вот эту раз такой до завитушку сделать мне кажется здорово получается да особенно по сравнению с тем что у нас было в начале сейчас просто шедевр конь огонь все равно не одинаково какая в этом коня так как грива а у другого по-другому мне кажется что широкую кисточку очень взяла надо было знаешь тоже вот просто полосочки провести да они сплошняком потому что сразу получилось большое пятно мне кажется что вообще ну вот видишь в камеру смотри а если бы просто ну там видишь точки вот может быть надо было по этим точкам муж по их оранжевый потом ну может быть да но это же у нас пробный образец и мы просто понимаем как ложится это такие вот такие делать тем же черным на может быть как по просто так легко сверху провести чтобы знаешь только по поверхности легло вот чтобы чтобы фактура вот выделялась вещь ты когда сейчас делала слой тоньше то есть то вот это вот фактура она как-то видно стало а у грива она у нас закрасилась хвост и грива один вот сейчас пойдем приложим к стене посмотрим как получается но в принципе мне кажется что уже вообще хорошо решение практически найденные птицы видно что птица и всадник что всадник и лошадь что лошадь и ярко и в стиле из ростов опять же лера мы идем примерять плитку на стену ну смотри мне кажется что очень хорошо да да просто красота у нас таких всадников нас садников по моему один вот вон там еще с дудкой и внизу а до 2 они одинаковые все а нет они дают грудка 20 птицы 22 с дудкой ну что по моему мне мне очень нравится как потом получилось да ну вот видишь нашли решение в результате ура поэтому у нас задумка такая а поскольку задумку излагаю я задумка следующая что это не бессмысленный это а своего рода оберег малый там большой здесь вот водные птицы которые говорят о том что наташа прочитала я предлагаю чайку попить и приступать будем вдвоем красить желтым я тебе помогу в желтом то я справлюсь красить ты доверяешь мне помочь оксана справимся что пойдем тогда чай попьем и будем приступать конечно лошадь кошка собака кинулась постучать по гриве все сильно чувствую а вот это как оксана ножа лошадь я вообще в чем часушки сути ой-моя шгода п garantist пошел он сам так в двух словах мы кашель начать как мы решили все это красить в результате сначала решили сделать желтый подмалевок поверх потом будем уже разноцветными красками все это завершать собираем некую композицию по центру будет у нас акцент темно-синий мы будем больше синего сделать синий у нас соответственно со счетов кровати синим на на коврах у нас и на том и на другом ковре как вы помните есть достаточно много синего 2 ковер ты бы не видели я вам его так и не показала никто ты многие в комментариях пишут где же был второй ковер мы его пропустили у меня была такая задумка но поскольку я хотела вам его показать как бы во всей его красе то мне нужно было для этого его на пол расстелить я думала что когда мы будем подготавливаться к ремонту спальни я этот ковер растелю вам сниму а потом уже мы будем красить так не получилось вот поэтому уже ковер увидите когда будем стелить мебель привезут через неделю будем стелить и тогда увидите и ковер тоже подмалевок нам дает соответственно вот это вот как бы контрастно да ну и обобщает он тоже кстати объединяет точно такая другая такая вот я сейчас как раз разговаривал с нашими дизайнерами они нам сказали чтобы здесь оказывается но как-то очень это внимание не обратили вот есть кант еще видишь у всей плитки они говорят что как выделять не нужно мы в общем как раз и не собирались тихо выделять ну что отлично все потихонечку двигается на руки вообще прошу да вот я приобщилась на валера очень переживала я общему предлагал что я сама все прошу но он очень переживал когда я сказала что мы с тобой договорились у него прямо отлегло но он как-то не доценивала не верю а не видел мои художественные способности у меня очень интересно я так не художник конечно мне тоже так спокойней а вот но мне приятно что я тоже прикоснулась к этому да приятно да это интересно вообще там весь этот процесс сборки его сначала кухню вы помните делаем ее так собирали потихоньку да а сейчас спальню это настолько увлекательно я вот сейчас думаю о том что мне надо еще покрывала найти со шторами у нас так и не решен вопрос потому что дизайнеры нам сейчас предложили еще один одно решение выполнить что у нас сейчас предложены по проекту шторы в стиле боха из макраме сплетенные но нам они не нравится первую очередь тем что они совершенно по функционалу нам не подходит потому что все окна на просвет получаются вот они сейчас нам предложили другое решение но тоже нас она не устраивает это вместо макраме сделать плотное такое кружево знаете есть и не знаю как правильно техника называется но когда оно как не прозрачное кружево такое прям толстая ну короче не тюль а такое кружево аля макраме ну это в принципе то же самое в общем короче со шторами нас пока не решен вопрос но я про то что вот подбирать все эти аксессуары да как у нас как пазл опять собирается спальня как свое время собиралась кухня это так увлекательно а главное столько пересечения с какими-то новыми людьми новыми какими-то технологиями очень интересно ну а вам я надеюсь интересно наблюдать за всем за этим как процесс процесс все лучше и лучше уже рука уверенно писала хорошо да такие мазки и на нет раз не мазать что делать я думаю зеленого достаточно здесь по краю то есть все плитки не надо делать как мы раньше думали каждую плиточку орнамент согласны вы как скажете как и будет хорошо говорю дальше начинаем с храму с первых центральных четырех начинаем с них одна уже у нас есть можем начинать всадник это я зеленый у нас там не будем делать вообще орнамент центре так одном центре есть светлый зеленый что скажет художник можно сделать светлым все остальные вот эти веточки и светлый зеленый храм все что вокруг храма она все с ним связанные и отзывается поэтому так и должно вот так и делайте хорошо сами не знаешь кажется что оранжевый очень яркий уточка такая симпатичная получилась вот в уточке нет такого количества оранжевого она симпатичная очень и лошадь у нас такая белтоватая а там она у меня цвет подмалевка надо что-то с ней сделать или так оставить мне нравится какая здесь птица получилась и гриба тоже лошади мне нравится сейчас сотрю вот она должна прямо сейчас стирайте чтобы нам было представлением того о чем мы отталкиваемся стирается она да нормально пока не высохла да ягодки такие симпатичные получились всем после оранжевого да такими же и его попробовать попробовать просто полоску так на хвост пошла здесь большой куда маленький мазуч очень хорошо получился теперь у этих птиц всех ножки коричневые только у гуся красные лапки ну пусть ладно так будет так мы сейчас оранжевого уменьшили правильно стало более-менее спокойно да да получше стало то было много раньше оранжевым белым тоже назову значит вот в этой птичка тоже беленький вот тут надо им добавить отлично хватит хватит ну это тоже чуть чуть внизу где вот да вот хвостики беленькие да вот это вот да на хвост пошло вот отлично да вот эти такие можно даже еще чуть-чуть их сильно толстые получились зубочисткой вот так раз раз процарапать процарапать и зубочистки будем его использовать в этом в художестве отлично вот так его убираем толщину и размазываем да вот так хорошо используйте в художестве такое понятие стек у скульпуре есть такое когда надо тоненькие донести берется такие специальные разные стыки есть и пользуется тогда им нужно сделать тоненькие линии ну что это уже финал это финал все ты доволен как заказчик финиш финиш Оксана художник воплотила идеи которые я ей сказал максимально красиво со вкусом а твоя идея с цветочками она просто это оживила да ну вот ну мне кажется получилось очень хорошо лаконично не пестро да для такого ну так сказать размера этого панно это просто то что нужно и самое главное я понимаю что здесь нарисовано ты понимаешь что здесь нарисовано ну ты расшифруй свое видение нам я расшифрую давай любое художественное произведение искусства любое это искусство должно иметь внутренний смысл или внутренний свет понимаешь понимаешь вот наши предки которые твоя бабушка когда ткала ковры она бы тебе это рассказала вот если ты спросил его я прочитал что в центре орнамента ковра изображается храм понимаешь вот так и у нас есть центр это храм посмотри какие там цвета солнечные цвета ну там все присутствует вот а оттуда от этого храма все с ним связано и взаимосвязано и лучи солнца идут вот видишь желтым цветом все расходится и вот и зеленым это весь твой сад огород понимаешь и вот по краям обереги такие синие васильяки и вода и всадник даже есть вон видишь там наконец да понятно с кем ассоциируется всадник да вот и тебе пожалуйста художник передал смысл этого не просто там цветов сюда набухал разных а смысл передал это да ну особенно после твоего рассказа прямо все вообще еще засияло новыми красками а мне я хочу отметить мне очень нравится как Оксана раскрасила вот этих птичек у них такой переход получился прямо очень от более такого насыщенного более светлому и уточка мне еще очень и вот эти вот клюковки прелесть это же эти как гранаты да восточные гранаты хорошо точно гранаты ну ладно прекрасно а конь какой посмотри у меня конь то у тебя шикарный конечно а какие у тебя сапоги красные и компот на руке это утка но мы знаем что это компот на самом деле это сокол сокол ясный ясный сокол мы в процессе пока Оксана работала занимались садом поэтому Валера он чистил снег такой пришел видите посмотри внимательно левее от всадника это как мы с тобой знакомились а это мы так милуемся понятно ясно ну такая картина наполненная смыслами я бы сказала отлично очень хорошо получилось спасибо большое Оксана нам очень повезло что мы вас встретили иначе бы эта картина не получила своего логического завершения у меня опыт опять же вам спасибо что дали возможность попробовать расписать изразцы постологии расписать изразцы но они же были изначально да не расписаны дорогие зрители хочу вам напомнить что контакты Оксаны художника декоратора который живет у нас в Александрове у нас вот такие замечательные специалисты есть рядом художники будут в описании к видео ее профиль вконтакте да вот поэтому если есть какие-то фантазии не обязательно видите потом вот на прошлом выпуске показывала картины какие-то свои приемы декорирования стен да там прихожей какой-то мебели вот да а можно еще вот и что-то такое тоже придумать или может быть у вас какие-то еще фантазии возникнут вот будем пытаться любую фантазию оплатить да ну на этом мы хотим с вами попрощаться большое спасибо что были с нами теперь мы ждем мебель вот Оксана мне сейчас обещала показать как она раскрасила нашу кровать но вы это узнаете позже с вами была Таша Моляра Оксана Хорошова до новых встреч на канале пока-пока а еще мы Оксане отдали наш старый стол который у нас в проекте должен стать синего цвета вот поэтому я вам снимаю а потом покажем что из этого получится это ну так скажем винтажный итальянский стол который мы купили при переезде сюда когда мы еще не думали что у нас будет проект спальни и все остальное хотели просто его использовать как рабочий стол Валерий Леонидович но нам дизайнеры культурно писали его в проект покрасили там синий цвет а крышку стола по проекту покрасили в такой же цвет как потолок и теперь с помощью Оксаны дизайнера декоратора мы будем достигать этого результата и об этом вы узнаете мои дорогие в следующий в следующем году в следующем году в следующем году Субтитры подогнал «Симон»